Добрый вечер. Для меня большая честь, что меня второй раз сюда приглашают. Спасибо вам большое. Мне кажется, что жанр просветительских лекций это вообще лучшее, что происходит в нашей прекрасной стране. И вот сейчас Юлия в выступительном слове говорила, что сегодня не будет антракта. Понимаете, это очень в поэтике Достоевского. У Достоевского нет никаких антрактов. Когда вы читаете роман, это такой слепой текст. Персонаж может говорить, 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 говорить. Одна страница, вторая, третья. А персонаж продолжает говорить на самом деле. Такого в жизни вообще не бывает. У Толстого бывают антракты. Мы в прошлый раз говорили о Чехове. Это такая малая форма. А у Достоевского нет. И это не случайно. Я хочу протянуть ниточку. И второе, только что Юлия сказала, что отключите мобильные телефоны. Я подумал, что если бы кто-то ставил фильм по Достоевскому сейчас, то каждый герой был бы со своим мобильным телефоном. И это не ирония, я не шучу, потому что человек постоянно находится в каком-то совершенно своем внутреннем мире и в каком-то бесконечном внутреннем монологе с собой, с кем-то другим. В романах Достоевского огромное количество всегда писем, записок, которые все читают, которые становятся моментально известными всем. И в этом смысле я думаю, что вот там если притягивать к современности, это было бы там примерно так. И вообще, если посмотреть экранизации основных романов Достоевского, то они сделаны, они очень редко сделаны таким образом, что действия переносятся в Россию во второй половине 19 века. Я не имею в виду русские экранизации. Это часто там или Япония, современная на тот момент, или Франция, там какие-то там 40-е или 50-е годы 20 века. Есть финский фильм «Преступление и наказание», где Раскольников просто вообще убивает богатого менеджера, а не старуху-проценщицу. И это тоже совершенно не случайно, потому что Достоевский – это совсем не та литература, к которой мы, если угодно, привыкли. Хотя на самом деле к чему мы привыкли не очень понятно, потому что с Достоевским вообще произошла очень странная вещь. Роман «Преступление и наказание» знают все. Я в основном сегодня буду говорить о «Преступлении и наказании», хотя это тоже вопрос, о чем нужно говорить в такой лекции. Мы об очень многом не успеем сказать, поэтому я все-таки остановлюсь, наверное, больше на «Преступлении и наказание», потом немножко о других романах. «Преступление и наказание» знают все. И сюжет знают все. И это такая привычная, очень привычная школьная классика. Но если вчитываться, собственно говоря, в сам роман и в сам сюжет и войти внутрь этого контекста, то возникает ощущение чрезвычайно странное. Потому что, а что такое этот роман? Что это за сюжет? Что это за герой? И вообще, что там происходит? Все, что там происходит, основные события этого романа, они очень плохо корреспондируют с нашей обычной жизнью. Вот то, что происходит в рассказах у Чехова, это можно легко себе представить. То, что происходит у Гоголя даже, легко можно себе представить. У Гончарова, у Тургенева. Толстой в этом смысле – это просто такой невероятно прекрасный писатель, потому что, когда бы это ни происходило, перед нами вообще обычная жизнь. И мы можем себя ассоциировать с разными героями. Мы можем себя ассоциировать вполне себе с Николаем Ростовым, и с Наташей, и с Пьером, потому что они живут некоторой обычной жизнью, и потом в какой-то момент их выбрасывает из этой обычной жизни. Но их выбрасывает на какое-то время. Но на самом деле жизнь течет. И это течение жизни, оно в некотором смысле читатели убаюкивает. Не в том смысле, что это обманчиво, а в том смысле, что так и есть. Жизнь проходит, жизнь идет. И какой-нибудь там роман «Ана Каренина» – это вообще очень современная вещь. Что там такого происходит? Но вот там есть какие-то мотивации у людей. Вот это очень важное слово. Понятно, что люди хотят. Они могут хотеть не самого хорошего. Но их мысли, они совершенно понятны, они укладываются в наше представление о том, что человек может хотеть. Он может быть хуже, лучше, у него может быть апатия, депрессия, у него может быть вдохновение, у него может быть восторг. Но это, вообще-то говоря, обычная жизнь. У Достоевского обычной жизни нет вообще. Вот это, может быть, самое главное, что я хотел сказать, или, может быть, такой пункт первый. У него нет того, что называется обычная жизнь. Потому что все его романы, да, вот там вот говорят, там, пять основных романов. Ну, мы сегодня там затронем, наверное, в той или иной степени три. И это вещь, это сюжет, который начинается уже за гранью нормы. И это, между прочим, поразительно. Вообще-то говоря, это школьная классика. И мы это все читали. Но я имею в виду преступление, наказание. Кстати говоря, не случайно, понимаете, там идиоту уже в школе дать практически невозможно. Не говоря уже там о романе Бесы. Ну, там с Бесами была вообще сложная история в советское время. Это был там почти полузапрещенный текст. Ну, или такой текст, который никогда не пропагандировался по-настоящему. Вот, из-за разных там нежелательных ассоциаций. Но вот преступление, наказание – это текст, который знают все. Между прочим, вот для тех, кто учился там в советское время, особенно там для учителей литературы, совершенно очевидно было, что это вообще главный текст школьной программы вообще. Потому что через этот текст можно было познакомить школьников с Евангелием. Более того, это обойти тему было просто невозможно. Потому что Порфирий Петрович спрашивает Родиона Раскольникова, вы верите в воскресенье Лазаря? А потом Соня ему читает в воскресенье Лазаря. Ну и дальше там вся эта топонимика совершенно библейская, там Капернаумов и так далее. Там все связано, и вы не можете обойти этот вопрос. И вот мы погружаемся в этот сюжет, и перед нами человек, который решается на убийство. Между прочим, мы вначале не понимаем, зачем он убивает. Так уж если совсем по-честному, вот так вот совсем по-честному, мы не можем этого понять и в конце. Потому что у него нету той мотивации, которую мы от него ждем. Вот зачем Чичиков покупал мертвые души, это совершенно понятно. Понимаете? Зачем там Базаров не верил в любовь, это тоже понятно. Вот это все. Но зачем Раскольников убивают Старушонку? Он несколько раз говорит про Наполеона. Окей, хорошо, что вот великий человек, тварь леодражащая. Куда это нужно поместить? Он является таким как бы маньяком из триллеров 20 века? Да он не похож, нет. Он вообще-то, говоря, интеллигентный, очень тонкий, и, кстати говоря, очень добрый человек. Он совершает это убийство. Он не может воспользоваться результатами этого убийства. Он совершает кучу противоречивых поступков до, во время, кстати, тоже, и после этого убийства. И потом он не раскаивается. Вообще у Достоевского нету маленьких произведений. Все романы достаточно толстые. «Пступление и наказание» — это еще не самый небольшой роман по меркам Достоевского. Но это объемное произведение. Как вы думаете, сколько дней проходит в «Преступлении и наказании»? 11 дней. Весь огромный роман — это 11 дней. А если вычесть из этих 11 дней бред Раскольникова, когда он там спал, условно говоря, или куда-то там ходил в бреду, то еще меньше. То есть получается, что перед нами огромный-огромный текст с множеством сюжетных линий на очень маленьком пространстве времени. Ну, вспомните любое произведение Толстого, где в одном рассказе может быть гораздо больше пространства. У Достоевского все спрессовано как на одном пятачке Петербурга, так и на одном временном пятачке. По большому счету разницы между вот этим таким временным сжатием «Преступление и наказание» в других его романах нет. Конечно, там в «Идиоте» чуть больше времени или там в «Бесах», но мы это время никак не чувствуем, потому что Достоевский выхватывает несколько огромных сцен. И вот получается, что очень странный сюжет, который сложно ассоциировать с нормальной жизнью, очень сжатое время. И есть еще один очень важный критерий. У Достоевского практически нету окружающего мира. Вот я уверен совершенно, что думаю, что сто процентов сидящих здесь людей читали «Преступление и наказание». Кто помнит, вот именно помнит по ощущениям, не знает, вот имея филологическое образование или хорошо там подготовившись, а кто помнит, вот по ощущениям, в какое время года происходит действие? Ну, какое время года? Лето, да, совершенно верно. Лето. По каким критериям это мы знаем? По каким принципам? Да, там же сказано, что жара, в какой-то момент сказано, что там труп не может долго ждать, там когда мармеладово, там какой-то летний дождь и так далее. Там действительно сказано, но и даже в какой-то, и даже там полтора раза речь идет о дожде. Но разве у Достоевского есть описание этого дождя? Нет. Там нету природы. Там нету той природы, которую мы, опять же, там в кавычках привыкли видеть у писателей. Или даже так сказать, мы привыкли видеть вообще в литературе. Читаешь там, открываешь Анну Каренину, там огромный какой-нибудь, может быть не огромный, но большой пассаж о весне. И там вот пришла весна. Ну, у Толстого там очень много и в «Войне и мире». Очень много естественно у Тургенева, он там вообще весть про это. Здесь и природы нету. Она есть, но это какая-то декорация. Вот это тоже очень важное слово у Достоевского, для Достоевского. Потому что... А почему у него нет природы? Потому что в некотором смысле ему не до этого. Можно ли сказать, что у него более узкий взгляд? Тут дело не в том смысле... Он узкий в каком-то смысле, а в каком-то он невероятно широкий и глубокий. И именно потому что он отказывается от очень многих вещей, он делает то, что не делает никто из больших писателей. А что он делает? Он создает ситуацию, в которой перед нами не русские люди второй половины 19 века, не люди из такого или другого социума, а перед нами, собственно, разговор душ. Да, конечно, эти души, они обличены в какой-то социальный контекст. Кто-то нищий, у кого-то есть деньги, кто-то дворянин, кто-то мещанин, кто-то бывший студент, кто-то следователь. Кто-то занимается проституцией, кто-то идет на жертву каким-то другим способом. Но это все, но это важно только до поры до времени. Перед нами не те люди, которые проживают некоторую жизнь и поэтому, ну, в некотором смысле, не могут себе позволить вести себя постоянно неприлично или очень странно. Эти люди, не которые ведут обычную жизнь и поэтому они думают, собственно говоря, о заработке. Эти люди, это не те люди, которые ведут обычную жизнь и поэтому думают о семье и о детях или о карьере. Обратите внимание, все, что я сейчас перечислил, оно есть в романах Достоевского, но есть в очень и очень странной форме. это есть формально, но мы не можем сказать, что герои романа на самом деле собираются строить свою жизнь или даже, скажу я, собираются жить. Они не... Это не значит, что они не приспособлены для жизни. это значит, что они находятся на таком уровне духовных вопросов, когда вся обычная жизнь, вот я уже несколько раз употребил это выражение обычная жизнь, но на самом деле я имею в виду конкретно некоторое прогнозируемое течение жизни, когда у вас есть свои заботы, ответственность, страхи и так далее. Они все это оставляют позади и фактически это такой экзистенциальный духовный разговор душ. Они выясняют те вопросы, которые в обычной, в обычном контексте вы себе не решите задавать. потому что знаете, как в зерковной службе отложить житейское попечение. Вот в некотором смысле все герои Достоевского отложили житейское попечение. Отложили его принципиально. И вот когда они находятся в ситуации, когда у них нету привычных страхов, когда у них нету привычной траектории судьбы, когда у них нету перспективы, когда отброшено очень многое, когда отброшен вот этот покров. Я не хочу ни в коем случае обесценить этот покров, но мы сейчас говорим о поэтике Достоевского. И этот покров у Достоевского отброшен, а если он не отброшен, то герой мелок и низок, что мы собственно говоря видим на примере Лужина. Вот Лужин пытается, вот у Лужина есть мотивации. Что хочет Лужин? Лужин хочет взять себе в жены сироту моложе его, чтобы она ему подчинялась, как мы помним, чтобы она его безмерно уважала, любила, была предана. И чтобы он в общем-то не скрывает, что ему нужно управлять человеком, подчинять ее. Это какие-то такие эскорт услуги длиной в жизнь. Вот что он хочет, что хочет Лужин. И у него есть дела. И кстати, никто не говорит, что у него там нет дел. У него действительно там что-то в Сенате. Он не врет по этому поводу. У него есть дела. Но такой человек, у которого есть дело, Достоевскому не интересен. Ну, конечно, не интересен читателю. Лужин мошенник. Ну, как вы помните, он отклеветал Соню. Как вы помните, он как-то так запредельно жаден, даже как-то карикатурно. Более того, он настолько карикатурно жаден, что в какой-то момент, мы можем сказать, что вообще в это сложно поверить. Ведь он же знал, это такая важная деталь в романе, понимаете, ведь он же знал, что Марфа Петровна завещала Дуне 3000, а он их отправил в Петербург вообще без копейки. Непонятно, на что он наделся. Но Достоевский усиливает всю эту ситуацию, усиливает очень, очень, ему это важно. Вообще-то, говоря, это не очень правдоподобно, но когда я говорю, можно, да, представь, когда я говорю слово правдоподобно, я имею в виду правдоподобие так называемой реалистической литературы, когда вот, когда автор не просто заботится, как вот люди будут сверять с жизнью, как же это так, а вот этого быть на самом деле не может. А у Достоевского там много чего не может быть. Ну, например, Соня не могла принести в первую ночь, когда она, так сказать, первый раз там, да, продала себя для того, чтобы прокормить своих братьев, младших братьев и сестер, да, когда она первый раз себя продала, она принесла 30 целковых. Она не могла принести такую сумму. Там платили за ночь 30 копеек, 20-30 копеек девушки платили, а это 30 рублей, это совершенно было невозможно. Почему так Достоевский делает? Он что, забыл, он что, торопился? Очень часто, знаете, бывает, есть такие, ну, как бы, если почитать там, что называется, историю литературы, вот там Достоевский все это писал на заказ, он торопился. Это все не имеет никакого отношения к делу. Да, действительно, он писал за гонорары, очень часто проедал гонорар, что называется, заранее, но дело совершенно не в этом. Это не была никакая ошибка. Это была совершенно символическая сумма из Нового Завета, 30 серебряников. И поэтому Достоевский спокойно это ставит. И с Лужином происходит, обратите внимание, точно такая же ситуация. Если мы включим, что называется, нормальную логику, то это очень странное поведение Лужина, но мы не можем ее включить, потому что Лужин изгоняется и изгоняется очень быстро. Смотрите, Дуня хотела выйти за Лужина. Вообще, давайте посмотрим на секунду, на это со стороны. Красавица, да еще очень гордая, да и очень вспыльчивая, она хотела выйти за Лужина. Но это никак, это вообще сложно, сложно в это поверить. Причем понятно, что она его презирает сразу. Это понятно, это еще понятно по письму Марфы Петровны. Это понятно сразу, что они не пара, мягко говоря. Зачем это нужно было сделать? У Достоевского нету вот этой такой причинно-следственной мотивации, потому что он хочет сказать что-то другое. Что он хочет сказать? Я сейчас, когда задаю этот вопрос, я так думаю, что я сейчас отвечу, что ли, на него. Ха-ха. Но я попытаюсь сформулировать некую художественную логику, в которой работает Достоевский. И, как мне представляется, эта логика может быть определена как такое постоянное предельное испытание, предельное и запредельное испытание человека, его души. Он ставит своих героев в нечеловеческие условия, в прямом смысле слова нечеловеческие, и смотрит, как вибрирует душа. И для этого, если с этой точки зрения посмотреть, то тогда мы увидим некоторую мотивацию поступков героев. Раскольников совершает убийство. Я хочу обратить внимание на одну деталь. Он, вообще-то говоря, у него даже физических сил не было. Он там перед убийством встречает Франта на бульваре и кричит ему Свидригайлов, он хочет защитить девушку, которая являлась жертвой насилия, или это была какая-то случайная связь, ее опоили, и какой-то человек хочет дальше ей воспользоваться. И вдруг Раскольников понимает, что он может броситься на него с кулаками, но вообще он не справится с ним. У него даже физических сил не было на том, чтобы убить. Он убивает, вы помните, он забывает все, он забывает закрыть дверь. И дальше он производит над собой эксперимент, выдержит ли он это убийство. И мы вместе с писателем и вместе с героем проходим этот путь по исследованию, иногда почти такому медицинскому, потому что он постоянно трясет, болеет в бреду и так далее. Что будет с человеком, если он совершил убийство? Он совершает убийство не на войне. Он совершает убийство не из мести. Он не знает этого человека. И вообще он добрый человек. То есть он загоняет себя в некоторую невероятную ловушку и спрашивает себя фактически может ли он переступить. Не может. он не может переступить и одновременно не может не совершить преступление. Там прямо было сказано, что в какой-то момент он чувствует, что его засосало буквально как одежду в какое-то колесо, что он уже не имеет своей воли. Там несколько раз сказано, что он уже не имеет своей воли, что он уже идет как обреченный туда. что он любит то, что он ненавидит на самом деле. И вот эту тотальную противоречивость человека вскрывает Достоевский на таком запредельном материале. Он убивает, а при этом в некотором смысле в некотором смысле он чрезвычайно успешно провел эксперимент. Потому что он денег не взял, а значит он себе доказал, что он убивал не для денег. Потом это было как, это было кстати интересно, Порфирий Петрович ему говорит, что это же будет, мы все, если вы сами признаетесь, это все будет облегчающее обстоятельство, правильно? Но Порфирий Петрович включает в этот момент логику присяжных. Потому что присяжные не являются читателями романа Достоевского, они видят преступника. Ах, ну не взял денег, значит это было в помрачении, значит у тебя не было причин, значит ты болел и так далее, и так далее. Раскольников действительно болеет, но только давайте попробуем найти там небольных людей. и он не берет деньги, он выдерживает сон, в котором, как вы помните, убивают лошаденку, да, помните, пьяный убивает лошаденку, и он этот сон выдерживает до конца. Это очень важно. Помните, значит, знаменитый сон Раскольников, время было серенькое, да, значит, топос между храмом, между кабаком и кладбищем, там два, так сказать, где-то там, значит, церковь на заднем плане, и он видит, как убивают лошадь, он ничего не может сделать, ее убивают до самого конца, и сон кончается только тогда, когда его ловит отец, и потом еще раз он видит сон, когда убивают Алену Ивановну, собственно, он убивает, он выдерживает это, то есть, по большому счету, он готов это сделать, и он это сделал, и дальше нам хочется, особенно, когда мы первый раз читаем, но мне кажется, что не только, когда мы первый раз читаем, нам хочется, чтобы наступило раскаяние, но и роман так ведь называется «Преступление и наказание». Это вообще очень интересное название у Достоевского, потому что как будто бы есть какие-то весы, да, вот есть преступление, есть некоторое следствие, да, вот это «и» и наказание, и в конце романа нам представляется, что все очень, как бы, я сейчас скажу здесь ужасное слово, все как бы неплохо, ну как, ведь он же признался, он признался сам Порфирию Петровичу, не нужно было его сажать в тюрьму до его признания, причем там, кстати, очень интересно, Порфирий Петрович говорит, ну у меня есть один секрет, то есть есть улика одна неопровержимая, а в романе ее нету, это тоже очень любопытно, все это совершенно не важно, и нам хочется, чтобы, ну как же, но ведь он же интеллигентный молодой человек, он студент, у него такой хороший друг, он что, не может раскаяться? И вообще, понимаете, в этот момент нужно сделать шаг назад. Это что, роман о том, что не надо убивать людей? Вот это очень странно, потому что что наш житейский опыт, наш, там, если угодно, христианский опыт, вот про что, что вот не нужно убивать, или что даже такие старушки, хипроценщицы тоже имеют право на существование? Там нету ничего, нас что учит этот роман не убей, или мы это сами не знаем, не в этом дело. Там смерти очень много в этом романе. Но важно для Достоевского то, что совершив это преступление, он не раскаивается. Он уже себя загнал в такую ловушку, он играет в такую интеллектуальную игру страшную, что он может признать свое поражение, но он не может раскаяться. В некотором смысле Достоевский говорит, что для того, чтобы раскаяться, нужен, как мы бы сейчас сказали, некоторый духовный инструментарий. Ему, если угодно, нечем раскаяться. У него нету этого языка. И тут мы понимаем, да, я собственно назвал сегодня свой разговор плохие поступки хороших людей. А ведь мы не можем не симпатизировать Раскольникову, потому что Раскольников совершает несколько поступков, которые с очевидностью говорят, что вообще-то говоря, он очень симпатичный человек. И Порфирий Петрович это, кстати, подтверждает. Вы помните, да? Он дает Мармеладову деньги? Дает. Когда раздавили Мармеладова он приносит тело на квартиру? Приносит. Он дает деньги на похороны? Дает. Он пытается защитить вот эту девушку, на которой пристает этот франк? Да. Он понимает, что Лужин подлец? Да. У него есть друг Разумихин? Да. Он понимает, что Разумихин влюблен и значит будет скорее всего там хорошей парой для Дуни? Да. Ему стыдно в какой-то момент? Да. Он жадный? Нет. Он денег хочет? Нет. Знаете, чего же вам более свет решил? Он в каком-то смысле очень мил. Вот правда. Мы не можем не сочувствовать ему, а при этом перед нами убийца. И вот дальше Достоевский делает следующий шаг. Он не просто показывает нам нераскающегося человека, а там это, конечно, показано совершенно невероятно. Сначала его вроде бы прижимает Порфирий Петрович, с одной стороны, а с другой стороны, его по-настоящему прижимает Соня. И она говорит вот эту фразу «Это человек-то вож?» Чтение Евангелия. Я оставляю в стороне вопрос о том, могла ли Соня при том уровне образования, который у нее был, быть собеседником Раскольникова. Хотя, между прочим, это очень любопытная вещь, что этот роман, конечно, мог быть написан только после перевода Библии на русский язык. И перевод Библии на русский язык, сделанный митрополитом Филаретом, это важнейшее культурное, духовное, интеллектуальное событие русской истории, русской культуры, русской духовной жизни XIX века. Если у вас Евангелие на русском языке, то Соня это может прочесть. А если оно на старославянском, то нет. Понимаете, вот Александр на французском языке. Поэтому это очень важный момент, что это уже вторая половина века, когда было Евангелие. Но это вообще интересно, что Евангелие фактически приучает вас к чтению, к процессу чтения, к анализу текста. Это очень любопытно. Но все равно возникает вопрос, могла ли Соня так хорошо знать, иметь привычку чтения и так далее хотя бы одной книги. Но мы это оставляем уже в стране. Я уже сказал, что там очень много неправдоподобных вещей. И Соня говорит ему эту фразу, это человек того ж, это не действует на Раскольникова. Не действует. На него вообще ничего не действует. Он собственно говоря, почему он идет сдаваться? Потому что он чувствует, что он проиграл. И там есть какая-то невероятная, на мой взгляд, одна из сильнейших сцен в романе, когда он приходит в полицию и не признается. И он выходит из конторы, как сказано, и он видит во дворе Соню. Вот это потрясающе. А он сказал Соне вообще-то говоря, оставаться. Соня ему, видимо, не доверяет. И она решила проследить, он вообще-то признается или нет. А он не признался. И Соня видит, что он не признался, хотя бы потому, что он уже не мог выйти, потому что он должен был быть арестован. Сам факт. и она смотрит на него дикими глазами и там сказано, что едкая и злая усмешка изобразилась на лице Раскольникова. Его фактически просто поймали. И дальше он выдавливает из себя под невероятным давлением, что это он убил. А потом каторга. И что мы видим? Что его ненавидят все заключенные. и только в самом конце там происходит с ним переворот. Я сейчас тоже скажу об этом перевороте чуть позже. Но это очень... То есть перед нами весь роман о раскаянии только в самом конце. И тот Достоевский говорит, что это может быть материалом для следующего романа. А наш роман закончен. И получается, что Достоевский ставит вопрос, из чего состоит человек. Из каких составляющих. И он говорит, что мы просто не видим себя, не знаем себя. И он говорит, я вам сейчас покажу героев в экстремальной ситуации, полностью в экстремальной ситуации. Я погружу читателя в такой контекст, который на самом деле быть не может. В эти 11 дней вы только себе представьте убийство, двойное убийство, смерть Мармеладова, смерть Катерины Ивановны, невозможные поминки, значит, и вообще, кстати, вот еще очень важный момент для Достоевского практически во всех его романах. Это не просто невозможность ситуации, но еще часто ситуации такого срежиссированного, фактически сконструированного скандала и истерики. Вот в преступлении наказания это, конечно, поминки. А зачем Катерина Ивановна пригласила всех этих людей? Для чего? Кстати, там последние деньги опять эти были. Вот зачем? Абсолютно незнакомых. Она любила своего мужа Мармеладова? Андрея Семеновича? Нет, она не любила. Она за него вышла только для того, чтобы детей прокормить. Зачем она устраивала эти поминки? Разве было непонятно, чем они закончатся? А вы помните, чем они заканчиваются? Их выгоняют из квартиры, она сходит с ума и умирает фактически вслед за мужем. И дети там. Это все невозможно себе представить. Мы просто привыкли к тому, что это содержание уже стало классикой. И вот этот скандал и истерика они в каждом романе. В Бесах это сцена сватовства, якобы сватовства Степана Трофимовича, якобы. В Идиоте это несколько пиковых скандальных сцен. И вот Достоевский говорит, что мы и не открывали еще для себя ту бездну, из которой состоит человек. И вот я сейчас хочу обратиться к двум цитатам, они кажутся, ну одна там сразу очень так сказать сильно бьет, вторая вроде бы ничтожная. Пульхерия Александровна взглянула на Соню и слегка прищурилась. Несмотря на все свое замешательство перед настойчивым и вызывающим взглядом роди, она никак не могла отказать себе в этом удовольствии. Дунечка серьезно пристально уставилась прямо в лицо бедной девушки и так далее. Значит Пульхерия Александровна это мать Раскольникова. Раскольников знакомит их с Соней. Пульхерия Александровна, как мы видели из письма, находится в крайне униженном положении. Экономически все вообще все плохо. Сына своего она обожает и она боится. Лужин поселил их в ужасных совершенно номерах. Они где-то между крайней бедностью и нищетой. Согласны? Уже все. Но Достоевский говорит, она не могла себе отказать в удовольствии прищуриться. Что значит этот прищур? Она определительно относится к Соне. А почему она призрительна одной с Соне? Потому что она оценивает рот ее занятий в этот момент. Но Пульхерия Александровна она одна из немногих так называемых положительных героев. Но Достоевский не упускает эту деталь тоже. Потому что он говорит человек так устроен. вот вторая цитата она на мой взгляд совершенно невероятная. Мы только что друг другу напомнили вот этот контекст преступления вот этого прекрасного Родиона Романовича всю эту возню то есть похороны и прочее я беру на себя. Знаете были бы деньги а ведь я вам сказал что у меня лишние этих двух птенцов и эту полечку я помещу куда-нибудь в сиротские заведения получше и положу на каждого до совершеннолетия по 1500 рублей капиталу чтобы уж совсем Софья Семеновна была покойна да ее да ее из омута вытащу потому хорошая девушка так ли ну-с так вы передайте Авдотье Романовне что ее 10 тысяч вот так и употребил с какими же целями вы так разблаготворились спросил Раскольников эх человек недоверчивый засмеялся Светригайлов ведь я сказал что эти деньги у меня лишние ну а просто по человечеству не допускаете что ли ведь него же она была уткнул пальцем в ту угол где была усопшая как какая-нибудь старушонка проценщица ну согласитесь но нужно ли в самом деле жить и делать мерзости или ей умирать и не помоги я так ведь полечка например туда же по той же дороге пойдет то есть он цитирует Раскольникова Раскольников сам помогал уже несколько раз и он Светригайлову бросает с какими же целями вы так разблаготворились спросил Раскольников мне кажется что это совершенно невероятная фраза а в каком смысле с какими же целями что в данном случае имел ввиду Раскольников что у него монополия на благородство в этот момент или он завидует что кто-то может быть тоже добрым какой упрек он бросает Светригайлову давайте оценим просто значит он сам у него руки в крови в прямом смысле слова он помогал внимание чужими деньгами это тоже очень важно деньги вообще Достоевского конечно значения не имеет это все какие-то символы там никто ничего не копит потому что там никто не живет на них мы не знаем как это все вот там у Гоголя понятно Обломов тоже если бы у него там знаете не был бы управляющий вор мог бы жениться на Ольге и так далее с Толстым все понятно Николай Ростов говорит папа мне нужно 40 тысяч это понятно что те станут беднее а он отдаст свой долг правильно вот прям вот там все понятно здесь деньги вот как-то они вот так перетекают они как бы вообще ничьи но какой упрек Раскольников бросает здесь Светригайлову что фактически какое ты имеешь право делать тут хорошие поступки в тот момент когда когда что получается когда я тебя уже назвал подлецом когда я уже тебя на какую-то полочку ты у меня уже подлец я тебя уже оценил и ты для меня мерзок они в некотором смысле устраивают такое знаете социалистическое соревнование по грехам кто хуже и для Раскольникова для Раскольникова грехи Светригайлова это тоже примечательно хуже чем его собственные грехи ну потому что а у него в этот момент и нет никаких грехов он же и не чувствует что он совершил и получается что Достоевский строит свой роман так что во-первых центральным персонажем является конечно Раскольников а когда есть центральный персонаж мы не можем нему не сочувствовать потому что просто все софиты на него мы в любом случае за него переживаем кроме того у него уже есть много вот этих косвенных алиби о которых мы только что сказали и Достоевский совершенно мастерски делает так что Свидригайлов нам как бы не очень приятен тоже потому что он развратен потому что он сластолюбец потому что он слишком вальяжный потому что в конце концов у него есть деньги потому что он чувствует себя свободно потому что у него есть деньги но он не лужен и даже в какой-то момент нам кажется что Свидригайлов должен бы совершить все эти преступления а совершает их раскольников и вот что происходит дальше Достоевский показывает что вот эти так называемые хорошие люди это еще одно страшное такое непротиворечие такой как бы такой разрыв который вытекает из сюжета романа Достоевского и из его проблематики он говорит что вы знаете что все эти хорошие люди а кстати Соня она конечно тоже положительный герой потому что она собой жертвует ну это совершенно очевидно она собой жертвует она читает Евангелие все эти люди они совершенно не эффективны они не могут ничего сделать не своими хорошими поступками не своим плохими поступками они абсолютно обладают нулевой эффективностью ну вот Соня пошла по желтому билету и она улучшила ситуацию семейную она кого-нибудь спасла от голода она спасла от чахотки Катерину Ивановну она вообще что-нибудь смогла улучшить нет нет это было бессмысленно все зачем это делать ну то есть она пошла на страшное испытание чреватое так мягко говоря чреватое значит ухудшением здоровью там ранней смертью и так далее какими-то невероятными болезнями плюс общественным позором правильно но она ведь ничего не сделала абсолютно мать ее вышла за Мармеладова и она что-нибудь добилась мы это видели Дуня очень большая молодец придумала выйти за Лужина и мать посылает Раскольникову деньги это вообще замечательно и все усилия людей которые хотят что-то делать как бы делают они не имеют никакого смысла есть только один человек эффективный это к сожалению Светригаев и он эффективен именно в своих хороших делах потому что ни о каких плохих его делах мы не знаем и это самый главный двойник Раскольникова Раскольников конечно очень хороший человек Светригаев якобы якобы убил свою жену но почему-то Достоевский не приводит никаких доказательств а это что сложно было мы же знаем что Родион Романович убил старушку мы знаем что он убил Лизавету мы знаем что Лизавета была беременна правильно мы все это знаем мы знаем как убили как умер Мармеладов мы знаем как умерла Катерина Ивановна правильно мы все это видим да мы видим как утопилась женщина помните там В какой-то момент мы это все видим, но мы не видим смерти Марфы Петровны. Там есть еще один слух, что он якобы способствовал смерти своего слуги, но и этих доказательств нет. Мы видим, там есть некий миф, я не говорю, что это неправда, я просто говорю, что доказательств нет, что он чрезвычайно развратен, что он там падок на женский пол. Да, но мы этого тоже не видим. В Дуню-то он влюбился. Он влюбился в Дуню, и он влюбился в него по-настоящему. Не говоря уже о том, что Дуня, конечно, ему отвечала. Потому что если бы она ему не отвечала, не могло бы быть между ними такого объяснения, когда она перешла на «ты», когда она его практически обняла, когда она отбросила револьвер. И он спросил, не любишь? Она говорит, нет. Вот это «ты» было совершенно не те. А потом вдруг еще оказывается, что они с Дуней обо всем вообще говорили. Там была такая степень доверительности, что Дуня ему, собственно, бросает. Я знаю, ты убил Марфу Петровну, ты мне говорил, что ты припас яду и так далее. Посмотрите, Дуня, гувернантка, разговаривала, это вообще. А при этом она делает вид, что она вообще не имела никакого отношения, что это как будто бы он к ней приставал. Никаких, кстати, приставаний мы тоже не видим. Он вообще приезжает в Петербург для того, чтобы дать Дуне денег. А вот это эффективно. А почему он хочет дать Дуне денег? Он хочет дать Дуне денег для того, чтобы она не выходила замуж за Лужина. А это гораздо более эффективно, чем говорить «Илия, или Лужин». И в конце романа Свидригайлов улаживает все проблемы, которые вообще можно решить деньгами. Вы помните, да? Детей Катерины, значит, похорон он действительно берет на себя. Детей Катерины Ивановны он устраивает, и он Соне дает деньги. И, собственно говоря, на эти деньги Соня и поедет на каторгу. Вот как получается. Получается, что те люди, которые вот под такой вот невероятной художественной логике, у нас находятся как бы на той стене, где находятся всякие мерзавцы, они делают хорошие поступки. А те люди, которые как бы по ошибке что-то совершают, они находятся, они не могут сделать ничего доброго. Но за этим здесь есть тоже, как мне кажется, еще один смысл. Потому что Достоевский говорит в своем романе, что, собственно говоря, делать ничего в жизни не надо. По крайней мере, в той жизни, в которую он описывает. Вот что делает Левин в романе Анна Каренина, понятно. Что делает Николай Ростов в романе, это понятно. Что они делают? Что должен был сделать Обломов, понятно. Понимаете? А чем занимаются герои Достоевского? Достоевский говорит примерно следующее. Он говорит, вообще-то надо остановиться. Здесь уже такая ситуация, что уже не надо ничего делать. Да, там Свидригайлову мы дадим делать это добро. Но на самом деле делать уже ничего нельзя. А что можно? Что? Возможно, говорит Достоевский, движение души. Возможно, движение души. Вот что возможно. И Достоевский говорит нам о том, что точно так же, как Раскольников в одной ситуации обнаружил себя, что у него уже нет воли, что как бы его засосало, точно так же. Он в какой-то момент обнаруживает, что в нем родилась любовь. Она всегда протягивала ему свою руку робко. Иногда даже не подавала совсем. Как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку. Всегда точно с досадой встречал ее. Иногда упорно молчал во все время ее посещения. Это интересно. Это уже на каторге. Она пошла за ним на каторг. Вы можете себе представить все эти страдания. В общем, как бы. А он продолжает. Там вот невозможно это прорвать. Случилось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Это он тоже все выдерживает. Пожалуйста. Но теперь их руки не разнимались. Он мельком и быстро взглянул на нее. Ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни. Их никто не видел. Конвойный на ту пору отвратился. Как это случилось, он и сам не знал. Но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит. И что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы. Но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Это практически финальные слова романа. Это не тот психологизм, к которому мы привыкли в классических романах 19 века. Потому что здесь нет этой мотивировки. Здесь нет, что он там привыкает, что он... Нет. Это все на уровне чуда происходит. Так же, как произошло некоторое помрачение, так же... Ну, там есть какая-то мотивировка. То есть здесь на уровне чуда вдруг его прорывает. Он что-то делал специально. Он молился. Нет, только после этого сказано, что он там будет открывать Евангелие и так далее. То есть Достоевский говорит о том, что единственное, что остается в этой жизни, это вот движение души. Так же, как в Евангелии, там, чайшие движения воды. Вот он замечает движение души. И в этом смысле совершенно трагически, именно совершенно трагически в этом смысле, конечно, выглядит судьба Светри Гайлова. Потому что этот герой, которому не хватило ресурсов, ведь он же все сделал. Он отказался от этой совершенно безобразной женитьбы. Вы, между прочим, там помните, на 15-летней девочке, которой скоро будет 16 лет, он дал родителям деньги. Он и не собирался, естественно, жениться. Он уже действительно хотел какие-то счеты. Он уже хотел закончить все дела. И у него была последняя надежда, связанная с Дуней. Дуня ему отказала. Все, ему жить незачем. У него не хватило этого ресурса любви. И он, на самом деле, гораздо более трагически одинокий герой, чем Раскольников. И вот на фоне этом, вот на этом фоне, невозможно не сказать о Разумихине. Потому что Разумихин по-настоящему, в очень таком земном, очень хорошем смысле слова, влюбился в Дуню. Как он увидел Дуню, да, какая красавица там. Вот там как раз весь психологизм есть. Он говорит, что если бы Дуня была одета как королева, он бы в нее так не влюбился. Но так как она умела по-королевски, по-царски носить свои какие-то вот эти нищенскую одежду, он понял ее красоту, гордость, достоинство. Он в нее влюбился по-настоящему. Он был в восторге, хотя восторг этот заключался от того, что он просто помогает. Ну, казалось бы, ну вот пара, правильно? Вот она. Разумихин и Дуня. Что тут? Неужели мы не можем никакого, значит, порадоваться, что Достоевский говорит? Свадьба была тихая и грустная. Он вообще не обращает внимания. Почему? Ну, потому что, во-первых, нигде не сказано, что Дуня влюбилась в него так же. Дуня уже выжата. А главное, что Разумихин не находится в том поле энергетическом, где проверяются люди. Потому что Разумихина никто не проверяет. У него нету. Да, он просто сильный характер, сильный положительный характер. Там ничего этого нету, там просто этого нету. А есть только у людей, которые невероятным образом искушаются. И вот еще невероятная цитата, очень важная. Это Евангелие от Иоанна. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь по обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? И опять, наклонившись низко, писал на земле. Поразительное совершенно. То есть, он в буквальном смысле, здесь нет мира сего, он углублен в себя, Христос. Они же, услышав той, будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. И я хочу сказать, что на самом деле романа Достоевского, ну, по крайней мере, этот роман, у нас есть еще два романа, о которых стоит поговорить, но романа Достоевского, как я уже сказал, сделана таким образом, что там нет эффективных поступков и там нет никаких решений проблем. Хотя, казалось бы, да, вот можно было бы решать эти проблемы, можно было бы обратить на это внимание. Но если мы почитаем Евангелие, то мы заметим одну очень странную вещь. Ведь Христос в Евангелии обладает до определенного момента абсолютной властью. В том числе властью излечивать и даже воскрешать людей. Правильно? Там же сказано воскресение Лазаря. Вопрос. А почему он не воскресил многих или всех? С точки зрения пиара это было бы гораздо сильнее. Но Евангелие построено таким образом, что этого практически нет. И вообще-то говоря, это нелогично. Он не действует как человек, который хочет, как личность, как тот, кто хочет привлечь к себе этим приемом. А у него были силы, и там было много страдающих. Почему не излечить всех? На этого нет простого ответа. Его просто не существует. Но сложный ответ заключается, вероятно, в том, что дело совершенно не в том, жив ты или нет, а только в том, какое у тебя в данную секунду движение души, и ради чего ты готов умереть. Спасибо. Иванова Мария Петровна, вот эпилог, и вот эта конечная сцена, где как будто что-то подхватила, Раскольникова и бросила, и к ее ногам вы говорите на уровне чуда. Так? Затем болезнь соня, его собственная болезнь, вот этот сон на моровой язме. Вот мне кажется, он все выстраивается, и именно это позволяет затем по-другому посмотреть на все, что его окружает, и на собственное поведение. Я согласен, но разве сразу после убийства, и, кстати, до, не были расставлены эти же знаки? Разве мать и сестра не приехали? Разве Лужин не был достаточно таким ярким двойником, чтобы сказать вообще, как-то, так сказать, отряхнуться от этого греха? Разве Соня со своим Евангелем, прям буквально, и вообще с этими разговорами, разве отрицательный пример Свидригайлова? Понимаете? То есть, конечно... Но идея должна созреть, и она созрела именно в тот момент, когда она созрела, когда прошел большой период. Совершенно верно. Но просто даже грамматика выстроена так, что его что-то подбросило. Понимаете? Это как бы, это либо... Ну, как бы, это скрыто. Это действительно скрыто. Все это есть. Но мне представляется, что для Достоевского в этот момент все-таки важен вот этот переворот, который произошел. И, кстати говоря, здесь Достоевский утверждает, ведь он же заканчивает роман, очень, я бы так сказал, тактично и реалистично, потому что непонятно, что будет с человеком в следующую минуту. Но здесь нам кажется, что переворот произошел навсегда. Что вот уже здесь он произошел навсегда. Понимаете? То есть у Достоевского человек эластичен до определенного предела, но дальше уже все. Ведь помните, Порфирий Петрович говорит о том, что вы же из тех людей, которым можно там кишки, вас будут резать, а вы будете там улыбаться. И, кстати, про Дуню сказали то же самое. Он берет такую породу человека и в таких обстоятельствах, как мне кажется, который выше психологии. Понимаете? Психологично это как... Но на пределе, люди на пределе всегда. Да, да, на пределе и за предел. Понимаете? Вот психологично это тогда, когда моя любимая сцена в русской литературе, я очень надеюсь, если меня пригласят, я почту за честь, прощу здесь лекцию. Вот психологически это когда Пьер Безухов объясняется в «Любви Наташи Ростовой» в конце второго тома. Вот это психология. Понимаете? Понятно. И вот там вот каждая секунда это прямо вот можно увидеть, как это происходит. А здесь нет. И, кстати говоря, и, кстати говоря, у Достоевского, уж продолжим тогда, и это тоже не случайно, нет никакой эротики, но очень густо намазано сексуальными извращениями. И это не случайно. И это совершенно сознательно. Там, если есть некоторый намек на эротизм, буквально там вот, буквально вот с Разумихиным, когда вот он в восторге влюбился в Дуню, но это сказано там, вот он не обращает на это внимания. Понимаете? Ну, в общем, вот, извините за столь... Спасибо. Да, спасибо. Мартыненко Данила Юрьевич, здравствуйте. У Дуставского есть еще такое произведение «Записки из мертвого дома». Вам не кажется, что вот эти два главных героя как-то очень похожи? Может ли вот эти записки из мертвого дома служить неким таким идейным продолжением преступления и отказания? Ну, да, конечно. Понимаете? Ну, да, конечно, может служить, но записки из мертвого дома это гораздо более, если угодно, однозначная вещь. Там нету стольких обстоятельств. Там уже берется одна среда. Но, конечно, общий контекст вообще того, что брал Достоевский, откуда он черпал материал, это такие, понимаете, газетная криминальная хроника и вообще такой страшный низ не просто русской жизни, на самом деле, я еще раз повторю, тут дело совершенно не в русской жизни, а в жизни вообще. Но это, знаете, я сейчас на ходу, что называется, сформулирую. Это примерно... Вот преступление и наказание и записки из мертвого дома это примерно то же самое, такая же разница, как между капитанской дочкой и историей Пугачева. Вот мне представляется. Понимаете? Там контекст, а тут вот другая проблематика. Ну, такое представление. Но так вы совершенно правы, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за отличную лекцию. Это было, конечно, просто бомба. Иначе вот не скажешь. А вы не могли бы более подробно, кстати, остановиться, как раз на том, чем густо намазано. Хотя бы углубиться немножко в эту тему. Потому что, знаете, многие вот говорят, вот, Федор Михайлович, он такой, значит, низ показывает каждый раз какую-то патологическую. А сейчас я вам скажу. Свидригайлов, Свидригайлову сложно не верить, потому что у него как бы нету мотивации врать в том моменте, когда мы его уже встречаем. Понимаете, да? О чем я говорю? Ну, в смысле, зачем ему врать? Зачем человеку врать перед самоубийством? Ему нету никакого смысла. Значит, он говорит примерно следующее, что вся любовная интрига между ним и Дуней была, внимание, выгодна Марфе Петровне. И Марфе Петровна, внимание, стала обижаться на своего мужа, почему он до сих пор не пристает к Дуне. А Дуня была гувернанткой, которую взяла Марфа Петровна. Как бы для того, чтобы выполнять некоторые обязанности. Но она стала предъявлять претензии, внимание, своему мужу, почему он до сих пор не пристает к Дуне. Обижаться на него стала. Где логика? А логики здесь нету. Но Свидригайлов продолжает. Он говорит, а вы знаете, а Марфа Петровна влюбилась в Дуню, но влюбилась на самом деле. В нее невозможно не влюбиться. Я хочу сказать, что эта цитата дорогого стоит, вообще-то говоря. Как-то она не замечена, кстати, обычно. Не говоря уже о том, что там есть милая деталь, что Марфа Петровна заключает с ним договор о том, что он не заведет себе постоянную любовницу, а непостоянных, можно, из гувернанток. А вообще это типа русские дворяне 19 века. Но они так все жили, собственно. И вообще тут православный храм рядом. И вообще все нормально. Так, а вот как соединить эти две такие несоединимые полярности, когда мы с одной стороны читаем там цитаты из Евангелия, такая глубокая духовная, так сказать, подоплека у романа. Но в то же время мы видим такие извращения, так сказать, тонкие, везде зарытые. А я вам скажу, дело в том, что Христос же говорил, что он не собирается спасать благочестивых, что он пришел грешникам. Это во-первых. Кроме того, в Евангелии как раз основные персонажи это те люди, которые выброшены из социума, это люди, так сказать, на грани и за гранью. Это очень часто блудники, это люди какие-то бандиты. Понимаете, это маргиналы, как и сам Христос. Он совершенно не собирается встраиваться в социум, что тоже очень важно, причем с самого рождения, так сказать, там все построено, что он как бы вне. И он и общается с теми людьми. Понимаете? А христианство построено таким образом... Итак, я, знаете, за всю Одессу не скажу. Евангелие построено таким образом, что оно не может понравиться. Потому что нам нравится то, что соразмерно нашей нормальной жизни. Но нормальной жизнью, значит, вот мы сейчас там все разойдемся домой, согреем ужин нашим любимым, и все хорошо. А Евангелие построено таким образом, что оно состоит из каких-то совершенно невероятных вещей, из невероятных персонажей, которые ведут себя очень плохо. и Христос им все это прощает, а не прощает другим. Это не соединение духовной литературы с извращениями, а это плохо прочитанное Евангелие. Это правда. То есть можно сказать, что он показывает нам глубину греха ровно так, как она и есть, что мы... Как она есть. Конечно, как она и есть. А уж если там посмотреть, что происходит, извините меня, в Ветхом Завете, то тут даже и Достоевский отдыхает. При всем, так сказать, уважении. А вот у Достоевского, как вы думаете, все-таки немножко перегнута палка, потому что у него герой попадает в какую-то немыслимую ситуацию, и вы как раз извините сказать, что обычной жизни тут нет. Он один такой? Или есть аналоги? Смотрите, Достоевский, это тоже не то, что вы можете полюбить. Или вы очень плохо его прочли. Это вообще тяжелая работа. Ну старушку-то описывает конкретно, как он будет. Да, да, да. Прямо жесткочный, серьезный. При том, что я хочу сказать, обратите внимание сейчас, я хочу сказать, что это еще самый, я ненавижу это слово, я еще специально его произнесу, специально. Это самый позитивный роман у него. Это самый позитивный роман, потому что тут есть разрешение вопроса. По крайней мере, четкий совершенно намек, что есть разрешение вопроса, понимаете? Ну-ка, и вообще, понимаете, он построен таким образом, что так вот по секрету скажем, а ведь старушку-то нам не жалко. Ведь Достоевский нас ловит еще и на этом. Более того, Елизавету-то нам не жалко. Так вот он ловит нас все-таки. Конечно, он нас ловит на этом. Хотя у него же структура, это обычная, классическая драма. Сначала там идет происшествие, потом идет, значит, кризис у героя, а потом развязка в самом конце. Ну, в общем, я скажу так, что он, конечно, один такой, он, конечно, один такой, по крайней мере, для 19 века, и он именно поэтому стал совершенно всемирно известный, потому что это уже струны 20 века, потому что здесь нету той мотивировки, которой мы ищем, нам не за что ухватиться, это во-первых. Во-вторых, перед нами нету русского человека, который мы чем-то можем объяснить. Причем, кстати, это ужасно любопытная вещь. Там постоянно говорится о России. И вообще, Достоевский, такой, если почитать его дневники писателя, ну и вообще всякие размышления, это такой, ну, русский националист. Есть такой. Но это совершенно факт. Я сейчас слово националист говорю без всякой оценочности. У него там, кстати, хватает и антисемитских всяких высказываний, но это не важно. Но когда он начинает писать, когда он начинает писать, перед нами не русские люди, а перед нами люди. И именно поэтому, понимаете, Куросава снимает такой фильм. Ему не надо никаких, для Куросавы не нужно никаких декораций. Да потому что у него, я повторяю, нету никаких декораций у Достоевского, их нету. Это вообще, понимаете, это все время театральная постановка. А у него есть детали, потому что важны тоже ведь детали. Да, у него есть детали. А в чем его детали? В разговорах этих? Я отвечу так, это не та литература, вот, я закончу ответ таким образом, что когда мы говорим, что кто вам больше нравится, Достоевский или Толстой, это одновременно очень правильный и неправильно поставленный вопрос. Потому что, я вам так скажу, что это было промыслительно, что они ни разу в жизни не встретились. Они ни разу, два крупнейших писателя, в жизни не встретились. Лично. Хотя, вы знаете, они были топовыми людьми для своего времени, они составляли культурный ландшафт, и они друг с другом не встретились. Вообще, тусовка была очень небольшая. Два топовых блогера. Да, понимаете, и не случайно. Это слишком разные вселенные, слишком. Они построены на разных. В этом смысле, понимаете, с точки зрения Толстого, да, это не литература. Спасибо вам большое. Добрый вечер, большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Зачем в романе, на ваш взгляд, вот это двойное убийство? То есть, почему не остановиться было только на старушке? Зачем нужно было? Ой, спасибо за этот вопрос, потому что есть еще одна очень важная вещь, которую... Спасибо большое. Очень важно для меня, что вообще-то говоря, у Достоевского в романе нету никаких секретов. И нету героев, которые бы не соприкасались с другими героями. Вот у Толстого Каренину, мужу несчастному, значит, женщины, которая решила наконец-то жить свободно, нету никакого дела до, например, Кити. Вы согласны? Ну, у Каренина свои проблемы, а у Кити свои проблемы. А, например, у родителей Кити третьи проблемы, правильно? А там у старшей сестры еще четвертые, правильно? А там Вронскому по большому счету, по большому счету совершенно нет никакого дела до Стива Облон, Облонского. Вы согласны? Это все, это как бы разные люди. Ну, как, вот у тебя свои проблемы, а у меня свои проблемы. А уж там есть еще какая-то челядь, так извините, не суйся. А здесь, вы сейчас поймете, почему я об этом говорю. Вообще-то говоря, они все находятся в одной комнате, если, отвечая на предыдущий вопрос, не в одной спальне. Они все связаны друг с другом. Они все окутаны одной историей, одной историей. А, а вы уже знаете, да, что Марфа Петровна умерла? А, так вы и, так вы и Настасью Филипповну уже знаете, это из идиот, но из другого романа. Да, знаю. Как? Вы 10 минут Петербурге уже знаете? Да, такую красавицу знаю. Говорит не без удовольствия этот волк в овечьей шкуре. А кто он такой вообще? Кто он такой? Кто он такой, этот князь Мышкин? Он вообще как туда влез? Он влез по принципу у вас попить не найдется, а то так кушать хочется, то переночевать негде. И это точно, ровно так. А почему при нем говорят, о сделке? А почему при нем показывают? Потому что это все одна личность. И отвечая на ваш вопрос, нужно сказать, что он убивает Соню, потому что крест у Сони от Лизаветы и Евангелие от Лизаветы. Этого не может быть. Это не какие-то совпадения. Это все одна и та же личность. Понимаете? Потому что это, ну, в этом смысле, вот конкретно в этом смысле, это уже, конечно, Дэвид Линч. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Потому что вы не понимаете, где заканчивается одна личность, и начинается другая. Потому что они все связаны, все связаны. Вот эта ситуация, когда Свидригалов подслушивает. Это что вообще за совпадения такие? Он тоже все знает. Ему, кстати, не нужно воспользоваться. Они все знают. Они все любят одних и тех же людей. Там нету. И поэтому это двойное убийство. Не то, что вот, вы знаете, вот старушонку... Можно, можно. Вот Лизавету не надо. Это вот не про это. Я действительно... Я когда учился в педагогическом, у нас была школьная практика. И я вам не вру. Вот просто, вы знаете, истинный крест. Я сидел на уроке, нас посадили студентов, смотрите, как вести урок. И там был, значит, 10 класс, это еще был Советский Союз, соответственно. А 9-й, 9-й. И учительница говорила, на полном серьезе. Вот вы представляете, дети, говорила она, Раскольников топором, топором убил ее. Но если бы хотя бы из автомата, я понимаю, говорила учительница. И я это говорю совершенно на полном серьезе, не для того, чтобы разрядить обстановку сейчас. Это очень важно. Почему? Потому что он не убивает чужого, другого. Там у Достоевского нет другого. Это все система двойников, и это все в некотором смысле одна и та же личность. И поэтому там не могло быть по этой логике одного убийства. Вы понимаете? Потому что они обменялись крестами, значит, они крестные вот эти сестры, соответственно. А ты знал Лизавету? И все, и пошло-поехало. Он фактически убил Соню. И он же говорит, я тебе... Вообще, он, конечно, потрясающий. Он говорит, я к тебе завтра приду и скажу, что кто убил Лизавету. Старуха простая, Алена Ивановна вообще уже не нужна. Потому что он понимает, что Лизавета важна для... Вот поэтому именно двойное убийство. Спасибо большое. Вот насчет жертвы. То, что хорошие поступки, как бы, они являлись хорошими. И, ну, это же жертва, получается. И Соня делает жертву. И когда женщина выходит за человека, которого она не любит, чтобы прокормить своих детей, именно за Мермеладу, это тоже жертва. И вы говорите то, что она, в принципе, никуда не приводит. То есть, а как без жертвы? Мы же, в принципе, и совершенствование души через жертву идет, нет? Я хочу немножко сказать про логику художественную. Мне представляется, что Достоевский, извините, таки против этих жертв. А вот когда Соня идет по любви, и когда ей не нужно, вот этот, понимаете, плохой Свидригайлов решил все проблемы. И Соне не надо больше заниматься этими делами. И деньги есть, чтобы на каторгу уйти. И ты идешь по любви. Это не значит, что она идет, что это было легко. Но это значит, что она идет по любви. Понимаете? А до этого? А до этого? Она шла, потому что нужно, потому что это правильно. Вы знаете, возвращаясь к вопросу об извращениях, там напрямую сказано, что она еще не стала получать удовольствие от разврата. Там есть эта фраза. Что вообще-то в какой-то момент она могла уже получать удовольствие от своего занятия. Могла. Казалось бы, подождите, тут нищета и так далее. Понимаете? И там прям сказано, что она еще была вот на грани этого. Ну да, конечно, не нужно. Да, не нужно заниматься проституцией. Это очень важно. Очень важное следствие этого романа. Здравствуйте. Меня зовут Лада Франковская. И я хотела бы поблагодарить вас за замечательную лекцию. И вопрос таков. Вы говорили, что Порфирий Петрович, следователь, упоминает о том, что у него есть неопровержимое доказательство того, что Раскольников убийца. Но в тексте об этом не упоминается. Но если вспомнить текст романа, то существуют отсылки к статье Раскольникова в одном печатном издании. А это улика. Это косвенная улика. Ну и что? Что на статье Раскольникова? Ну статья Раскольникова, это же не за это, извините. Ну, сейчас посадят. И сейчас не посадят. Так, извините. То есть вы считаете, что Порфирий Петрович, я имею в виду, не это совершенно. Ну, смотрите. Я хочу сказать только одну вещь. Я хочу сказать, что специально сделано так, что все это уже не важно. Он его дожал. И он его дожал каким образом? Он сказал, что иди, живи. Там есть, кстати, он говорит, что вас вынесет на берег. Кстати, тоже вас вынесет на берег. Типа доверяйте больше жизни. Там есть еще вот эти слова, на что надеется, кстати, читателю. Там есть эти слова Порфирия Петровича. Но кто такой Порфирий Петрович? Мы вообще о нем хоть что-то знаем? Это человек, который вообще нам неизвестен. Он там смеется, он, так сказать, как бы разгадывает ребус. И он говорит фактически такую очень важную вещь, что это же, что вы только обретите веру, найдите себя, и у вас все будет. Прямо такой вот действительно очень эмоциональный, такой вот вдохновляющий монолог. И Раскольников, он же умный, он говорит, а вы кто такой, чтобы мне это говорить? А тот говорит, ну да, я конченный человек. И действительно непонятно, чем живет Порфирий Петрович. И там не так важно. Важно то, что все, все, его поймали. Понимаете? Все. Он понял, что он эту борьбу проиграл. И да, и он идет. Ну и так далее. Спасибо. Спасибо, да.